МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один из модных шурналов предложил нам не совсем обычную выставку показать обнажённые модели. Нас заинтересовало это предложение в связи с тем, что в нашем музее мировой художественной культуры большое число произведений на тему обнажённой модели. Мы назвали эту выставку «От мрамора до фотографии». Такая тема фотографий существует. И более того, тема ню обнажённой модели одна из главных тем изобразительного искусства, начиная с древнейших времён. Известные так называемые первобытные Венеры, их изготовление относится к 30-20 тысячелетию до нашей эры. И в дальнейшем, начиная с античных времён, разумеется, эта тема всегда присутствовала в искусстве. Достаточно прийти в наш музей изобразительных искусств и походить по залам античного искусства, где мы увидим, скажем, дискобола. На работе великого древнегреческого скульптора Мирона мы видим пляшущую минату скульптора Скопеса. Совершенно изумительно показана красота её движений, красота её тела. И многие другие античные статуи, где герои, а это боги, герои, победители в спортивных состязаниях, изображены обнажёнными. Во времена античности обнажённое человеческое тело, ну, если хотите, было просто предметом культа, и красоты, и силы, и благородства. Фоматичное искусство не знает темы стыда за обнажённое тело. В эпоху Средневековья сама философия привела к возникновению темы греховности человека в частности, одна из тем, которая трактовалась и в Средневековом искусстве с использованием обнажённых фигур – это тема грехопадения, тема Адама и Евы. Отношение к человеку, к его телу, меняется в эпоху Возрождения. К тому это время и названо Возрождением, потому что они возрождают античное отношение к человеку, восхищаясь его природой, его силой, его красотой, его мужеством. И в нашем музее вы опять-таки можете познакомиться с памятниками, такими как Давид Микеланджело, просто апофеоз красоты, могущества и силы человека. Естественно, эта тема никогда не уходила далеко, и, может быть, самые прекрасные женские образы были написаны во времена Высокого Возрождения. Некоторые из этих произведений показывались в нашем музее, скажем, «Спящая Венера Джорджона» или так называемая «Венера Урбинская» Тициана. Это прекрасные образы обнажённых женщин. На выставке вы можете увидеть замечательный пример изображения обнажённого тела итальянского художника Джулия Романо. Это картина из нашей коллекции. Изображена дама за туалетом. Тема обнажённой натуры была очень широко распространена и в искусстве в европейском 17-го столетии. Я напомню вам некоторые из широко известных образов Даная Рембрандта. Картина находится в Эрмитаже. У нас в музее, когда мы показывали сокровища Дресненской галереи, вызывало всеобщее восхищение Версавия Рубенса. Интересно, что и Рубенс, и Рембрандт списали эти образы. Версавия – это библейская героиня Даная, героиня греческой мифологии. Они использовали в качестве моделей своих возлюбленных, своих жён. Одним из замечательных женских обнажённых образов 17-го столетия, несомненно, является Венера Феласкеза. Тема обнажённой натуры и со временем всё более женской натуры, она не исчезает из искусства во все века его существования. 18-й век даёт как бы несколько новый поворот. В нашем музее есть одна из таких очень ярких картин на этот сюжет – Геркулес и Амфала, эпизод античной мифологии. И эта сцена дана почти брутальной достоверностью. Отношение к изображению обнажённой модели значительно меняется, конечно, в 19-м столетии. Ну, практически мифологическая тема, античная или тема библейская, евангельская, она почти уходит из искусства. Наступает век реализма. Окончательный такой разрыв, отказ от вуалирования темы обнажённого тела происходит у импрессионистов. И прежде всего, конечно, у Эдуарда Маден. Две его такие картины, как «Завтрак на траве» и «Олимпия» – это начало нового уже для искусства жанра нюн, то есть обнажённой модели. Конечно, продолжают давать своим обнажённым женщинам и мужчинам какие-то имена мифологических героев. Роден, изображая вот эту стыдливо закрывающую себя женщину, исполненную им в мраморе, один из изумительных образов женской обнажённой натуры, называет свою прелестную модель Евой. Майоль, отличающийся удивительно реалистическим, но не лишённым, конечно, поэзии, такой земной поэзии, взглядом на женщину, изображает свою модель, называя её помодой. На выставке есть ещё несколько замечательных женских образов уже конца 19-го и начала 20-го века, это обнажённая Ренуара, один из самых пленительных и обворожительных образов мировой живописи. На этот сюжет, это один из шедевров Ренуара, которым гордится наш музей, картина «Жена короля Гогена». Это уже наступает новое время, и, если хотите, здесь какой-то элемент и мистики, и преображения этого образа в такое удивительное существо, связанного необыкновенно с окружающей её природой. И, наконец, мы очень благодарим наших коллег из Русского музея, которые дали нам из своей коллекции портрет Иды Рубинштейн, знаменитой артистки, танцовщицы. Это необыкновенный в своей такой концепции, если хотите, образ. В ней есть что-то от древнего Египта, от каких-то её прародительниц в веках. Вместе с тем, это удивительно современная женщина. И вот это сочетание такой современной остроты, даже угловатости, угловатой красоты и ощущения древних истоков происхождения этого образа, это создаёт совершенно замечательную картину. Вводя в выставку фотографий некоторое количество художественных произведений, мы акцентируем внимание на том, как эта тема, как она рождается, чем она становится и что она означает для современного искусства. Моим собеседником сегодня является большой специалист в области искусства фотографий Ольга Аверьянова, которая сделала уже в музее целый ряд интересных выставок фотографических. И нам было очень интересно работать музейным работником с вами, Ольга, поскольку искусство фотографий, собственно, можно сказать, только входит в наш музей. Может быть, вот пару десятилетий, как мы начинаем показывать. И показываем на разных выставках хороших фотографов, конечно, как вы видите эту тему в рамках музея изобразительных искусств. Безусловно, с момента своего возникновения фотография не могла пройти эту замечательную тему, очень интересную тему для фотографа. И, безусловно, эта тема сразу породила два полюса. Либо обнажённая натура воспринималась как нечто, безусловно, красивое, эстетическое, либо обнажённая натура воспринималась как нечто низменное. Эти два полюса, они до сих пор существуют, и, безусловно, в жанре коммерческой фотографии, какой является фотография в журнальном аспекте, потому что, действительно, журнал – это сложный такой синтетический механизм, который должен, с одной стороны, оставаться коммерческим, потому что у журнала есть потребитель, который должен получать некую информацию. И, с другой стороны, ряд творческих людей, художников, фотографов, остаются не только в рамках коммерческого заказа, но они являются великими художниками, великими фотографами. И, безусловно, проект, связанный с экспозицией в стенах нашего музея обнажённой натуры – очень интересный эксперимент, потому что фотография, сошедшая со страниц журнала, она обретает совершенно другой смысл, не бытуя в пространстве средства массовой информации. Прежде всего, она имеет абсолютно другой формат, за исключением, конечно, работ 30-х и 50-х годов, которые мы оставили именно в том формате, в котором они существовали на странице журнала именно в то время. Один из первых музеев, который выставлял фотографию в своих стенах обнажённой натуры – это американский музей МОМА, но это музей современного искусства. Музей классического искусства, выставляя в своих стенах фотографию, создаёт пространство, которое должно работать не как современное искусство, а как именно музейное искусство. У нас есть примеры на нашей выставке фотографов 30-х годов, а именно в 30-е годы. Фотографии попадают на страницы журналов МОД окончательно. У нас есть интересные работы Эдварда Стейхана. Эдвард Стейхан – величайший вообще фотограф с мировой славой. Из 30-х годов у нас есть вещи с Тони Фрисо. Из 30-х годов у нас из 50-х и 40-х – это Хорст, известнейший фотограф, который представлен в знаменитой фотографии Лизы Фонсегрифс с арфой. Эта вещь очень значительна, потому что это одна из первых вещей, где настолько фигура откровенна. То есть мы видим обнаженную грудь уже. Но чтобы это было не так шокирующе, на переднем плане появляется арфа. И она как бы вводит некую музыкальную тему, и модель превращается в практически мифологический образ. Позже фотография в 50-е и послевоенные годы становится, безусловно, более откровенной и в большей степени заинтересована, особенно в 50-е годы, выражением формы, выражением движения, выражением новых эстетических художественных приемов. И не всегда уже используется, особенно в 60-е, клеши и штампы, связанные с визуальным языком живописи. Но, с другой стороны, многие фотографы сами начинают работать уже с тем материалом, который накопила за это время фотография. Например, у нас есть замечательная вещь Хоннингена Хьюина. Это немецкий фотограф. Это портрет Джозефины Бейкер. Известная танцовщица и богемная дива Парижа 20-30-х годов. И есть фотография Питера Линберга. Это современный фотограф. Он снимает Наоми Кэмпбелл, которая тоже позирует только в украшениях. Она почти обнажена, но очень эстетически выверенная композиция, где нет места пошлости, нет места вызову. И эта фотография, обе натурщицы, похожи друг на другу. Обе натурщицы имеют инаковую красоту, нежели красота белой женщины. И фотография, безусловно, в пространстве музея ставит перед собой некую задачу транскрибировать реальный объективизм, который свойственен, собственно говоря, фотографии. Ведь еще американский культуролог, известнейший Сьюзен Зонтек, сказал, что фотография заложенец реальности. И вот этот реальный объективизм необходимо трансформировать в некий творческий акт. И многие фотографы это делают, апеллируя к произведениям искусства, естественно, или наоборот, когда мы, как кураторы, выставляем это в контексте произведения искусства, тоже со своей точки зрения апеллируя к великому наследию мирового пластического искусства. Крупнейшие мастера сохраняют такой эстетический подход, который превращает многие фотографии, даже самые откровенные, в настоящий факт искусства. И надо сказать, что здесь у фотографии очень большие возможности все-таки формирования, я бы сказала, такого здорового, чистого, возвышенного отношения к этой теме, что так важно, в том числе и для понимания старых мастеров и новых мастеров, и фотографии тоже. Из этих споставлений произведений, живописей или скульптуры, которые есть на выставке, с фотографией, какие выводы делаете для себя, и что для вас особенно что-то открывает в этом споставлении? Ну, мне кажется, что эстетическая цель проекта вот как раз в этих сопоставлениях, и это не всегда цитаты, и это не всегда прямая отсылка к тем или иным вещам, которые просвещенный зритель знает хорошо и может отгадывать и видеть. Мне кажется, здесь гораздо сложнее, потому что фотография современная, фотография 20-го и уже 21-го века подразумевает некое цитирование, профраз, иронию, то, что является признаками того самого стиля постмодернизма. И тогда, если мы видим некий действительно наглядный жест в скульптуре Родена, жест тонкий, эстетический, прикрывающий наготу Евы, и рядом с этой скульптурой фотографию Клаудио Шефер, которая тоже пытается жест невинности, вот так называемый, продемонстрировать зрителю, прикрыв обнаженную грудь, не надо впрямую сталкивать и искать, как мне кажется, одинаковости. Здесь гораздо сложнее, потому что действительно время другое. Не обязательно относить это действительно как такой некой цитатей, найденный нами, потому что на соседней стене у нас обнаженная Ренуара. И, безусловно, тоже нельзя искать прямых аналогий. Здесь другая пластика тела, здесь другие даже формы тела, здесь другой язык. Мы скорее можем говорить об отношении к теме. Конечно. Чем, конечно. Здесь какие-то аналогии, похожие, не похожие. Может быть, у каждого вида свои возможности, свои приемы. Все-таки, мне кажется, выставка рассчитана на более просвещенного зрителя, который поймет вот эту эстетическую идею, суть которой – вечная женственность. Я бы сказала, возможно, не каждый фотограф открывает для себя вот это бесконечное разнообразие подходов к теме, но там, где это найдено, там, где действительно крупные мастера, то я думаю, что соблюдение каких-то высоких эстетических критерий в подходе к теме, они обеспечивают, конечно, такую полноценность и высоту того окончательного какого-то решения, к которому приходит фотограф. Я думаю, что такие выставки, они должны даже где-то куражировать самих мастеров, когда они видят своя работа рядом с другими и понимают, на какую высоту в решении темы мастеру удается подняться, ну, включая, конечно, и произведения изобразительного искусства, которые здесь присутствуют. Ну, вот хотелось бы, чтобы вы среди мастеров, показанных здесь, здесь же есть очень крупные художники, фотографы, чтобы вы обратили внимание наших зрителей на какие-то наиболее значительные работы. Хочется, конечно, отметить работу Аведона. И эта работа, безусловно, выделяется из всей выставки, но прежде всего, потому что перед нами мужская натура, это известный танцовщик Рудольф Нуреев, который хорошо знал сам Аведон, великолепная вещь. Тема движения вообще для Аведона важная, она первооткрыватель движения в фотографии. И здесь мы тоже видим эту его любимейшую тему, но уже связанную с портретным даже практически искусством. Еще фотографы-женщины, ведь обычно фотографы, чаще всего это фотографы-мужчины, и они по-другому смотрят на обнаженную натуру. Здесь речь идет о женском взгляде на обнаженность. Например, Девора Турбенвилле, фотограф провокационный для 70-х годов, но она великая сказочница, она великая придумщица, вообще она человек с литературным образованием. У нас на выставке представлена работа, которая называется «Мария София» и «Эльдуонг». В ее эстетике очень часто постановочная проблематика, в которой она пытается придумать для зрителя некую историю, но эта история всегда за кадром. Зритель должен ее додумать и даже, скажем так, придумать, чтобы расшифровать, интерпретировать ее сюжеты. Или Сарамонг, которая есть на нашей выставке, называется «Работа в ванна». И эта действительно тема давно известна еще с эпохи импрессионистов. Дамы за туалетом, дамы, принимающие ванну или... Дега. Дега, конечно. Тут же, когда ты видишь эту замечательную работу, ты вспоминаешь Дега. И манера Сары Мунг мягкая, очень неконтрастная. Ее цвета всегда сложные и такое немножечко мутноватое пространство ее работ создает ощущение какого-то рисунка, акварели, пастели. А вот такой мастер, как Анна Лейбовиц? Анна Лейбовиц потрясающий мастер, американка современной. Мы не так давно делали большую ее выставку. Да. В нашей выставке участвует достаточно большая и известная работа Анны Лейбовиц, где изображена модельер Вивен Вестфуд и ее молодой супруг. Безусловно, эта работа напоминает отчасти мадам Рекамье, возлежащую на банкетке или тему Венер. Есть и молодые фотографы, которые представлены на нашей выставке. Поколение 90-х, это Карина Дэй и Нэн Голдинг, представлены работами, связанными с эстетикой гедонизма 80-х. Они более скромные. Нэн Голдинг, безусловно, фотограф андеграунда. Здесь представлена одна из работ, которая своего рода не образец глянцевой интерпретации некой египетской такой статуэтки на фоне как раз египетских орнаментов. Ностальгия по большому стилю, такому стилю 50-х годов, видна в творчестве Пауэлла Роверси. Маршилье. Да, Маршилье, безусловно. Это такой классический академический стиль, предполагающий тонкую модуляцию тональных оттенков, черно-белой фотографии. Это очень красивая вещь. А Пауэлла Роверси наоборот экспериментирует с цветом. Безусловно, есть провокативные вещи все-таки, потому что, если мы говорим о Юргене Теллере, здесь он представлен практически автопортретом с Шаролтой Ремплинг, но великий мастер, он остается в рамках стиля и пристойности. И стиль, который является основополагающим, какая бы ни была тема, вот именно стиль должен быть самым главным камертоном. И один из участников нашего проекта, один из фотографов, Алекс Малко, он достаточно молодой человек, ему около 40 лет, он сказал, что нет ничего более модного, чем обнаженное тело. И притом имел в виду, что обнаженное тело это отнюдь не некий сексуальный призыв, да, это объект, некий сосуд эстетический прежде всего. И безусловно, те авторы, которые оставались в рамках этой темы, они все-таки оказались достойными, чтобы быть в одном зале с великими авторами живописи, скульптуры. То есть в какой-то мере это выставка некоторых испытаний для... Да, конечно. Для авторов. Для авторов, фотографов, да, да. Их подходов, их понимания, их какой-то эстетической адекватности, да? Да, да, очень даже большое испытание. И для нас тоже, в том числе, кураторов, потому что выставка не о фотографиях таковой, не о ее возможностях от самых невинных до самых провокативных. Эта выставка концептуальная, это все-таки некий синтетический продукт. Когда нам предложили эту выставку, одна из целей, которую я видела, в том, что ее надо показать, она состояла в том, чтобы размышлять все-таки над тем, как ее понимают сегодня, тему обнаженного человеческого тела. У нас очень много детей бывает в музее, и нам неоднократно приходилось видеть, я бы сказала, такое неадекватное отношение к этой теме, когда или девочки там прикрываются, закрывают лицо, когда видят обнаженную античную статую или Микеланджело, они стесняются смотреть на этот сюжет. Или нам против, нам приходилось встречаться с почти агрессивным с таким возбуждением, которое явно говорит о том, что исходное отношение к этой теме нечистое, искаженное. Нам очень хотелось, чтобы это был такой серьезный разговор, который, может быть, даже вернул нас к временам, когда можно было смотреть на человека, человека обнаженного, понимая и ценя, и красоту, и ощущая такую окрашенность человека, в принципе, его тело тоже каким-то духовным началом, не правда ли? Духовным содержанием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok